здравствуйте друзья это или dangerous усаживайтесь поудобнее и я продолжу рассказывать вам как разблокировать инженеров дальше пойду я расскажу о инженерах которые будут разблокированы инженерами показанными в предыдущем видео значит следующий по очереди у нас захар нема захаре нема к нему открывает доступ нам эльвира мартуг после того как вы прокачаете у нее репутацию три с половиной гайки то есть можно крутить рецепты можно сдавать и исследовать и данные у любого инженера репутация прокачивается если сделать его рецепты вот так что к этому я больше об этом упоминать не буду значит захаре нема делает улучшает нам фрагмент канон это залповое орудие в русской версии игры ну а попросту обычные дробовики также он делает мультикэнон это многоствольные пушки пулеметы до трех гаек и ускоритель плазмы тоже до трех гаек вот значит его услугами мы сможем пользоваться поскольку получили приглашение в фракции party of euro как это сделать летим в систему euro которая вот здесь написано по английски и выполняем в этой системе задание от этой фракции то есть задание нужно но лучше всего выполнять те которые дают нам больше репутации а также можно сдавать исследовательские данные и заниматься любой другой всякой фигней которая положительно отразится на репутации при фракции то есть можно повоевать и все ваши действия в этой системе направленная на благоприятное воздействие к этой фракции будут увеличивать репутацию только тогда захаре нема будет с вами разговаривать но не спешите к нему лететь ему нужны биоморфные спутники психи это так сказать подарок после которого он будет делать вам модули летим систему психи там всего лишь одна орбитальная станция большая орбитальная станция и покупаем там 25 как раз вот этих биоморфных спутников это редкий товар сразу 25 их там скорее всего не спавнится они будут спавниться ну по 5 6 15 может быть я не знаю то есть вам придется навозить к нему этих штук скорее всего это будет несколько ходок ну и как раз вы откроете себе вот этого инженера репутацию с ним можно увеличивать торгуя с ним то есть у него есть потребительский рынок личинг об этом инженере мы узнаем от двеллера после того как подняли репутацию у него на три с половиной поднять репутацию можно поторговав с этим самым двеллером у него есть потребительский рынок личинг значит улучшает нам генератор щита и детальный сканер поверхности на пять гаек усилитель щита на три гайки и сенсоры тоже на пять гаек в общем то чтобы он с вами начал разговаривать нужно поторговать на 50 рынках просто покупаем 50 чего-нибудь и летаем 50 разных станций продаем по одной штучке тогда счетчик у нас но торговый вот это увеличится на 50 станций именно на 50 разных станций вам нужно что-нибудь продать и тогда вы сможете к нему прилететь но сразу он с вами работать не будет он захочет золота нужно больше золота 200 единиц не обязательно за один раз если у вас не крупный корабль можете натаскать ему тоже за несколько ходок нужно 200 золота ну надеюсь золото можете найти самостоятельно у этого инженера можно увеличивать репутацию помимо создавания модулей как у всех других инженеров можно с ним тоже торговать у него есть потребительский рынок гера тани доступ к ней нам откроет лиза райдер точнее не доступа от лиза райдер мы узнаем про существование инженера гера тани но естественно после того как прокачаем репутацию лиза райдер у лиза райдер значит на три с половиной лиза райдер можно торговать у нее есть потребительский рынок гера тани улучшает нам детальный сканер поверхности на 5 гаек силовую установку на 5 гаек распределитель питания на 3 гайки и сенсоры на 3 гайки в общем то чтобы она с вами начала разговаривать нужно чтобы ваш ранг в империи был чужак или выше как прокачивать ранги в империи федерация есть отдельный видеоролик можете посмотреть это не так сложно тем более ранг чужак он не такой высокий прокачивается быстро придется поработать на империю ребят ну и соответственно чтобы она начала с вами работать а как известно перед любой хорошей работой нужен хороший перекур не нужно привести 50 сигар комитра это редкий товар летим в систему комитра и на ближайшие большой станции по моему она там одна если я хорошо помню но она точно ближняя к звезде нужно привести 50 сигар это редкий товар сразу 50 за один раз скорее всего вы не купите вот придется сделать несколько ходок и когда вы навозите этих сигар вы откроете на ее базе есть потребительский рынок поэтому репутацию с ней помимо прочего можно увеличивать поторговав с ней а мы двигаемся дальше Юрий Ишмаак о нем мы узнаем от Фелисити Форфир после того как прокачаем репутацию у нее три с половиной репутация у нее прокачивается помимо всего прочего сдавая ей исследовательские данные как только будет прокачана нужная репутация она рассказывает нам о том что существует такой инженер которого зовут Юрий Ишмаак этот инженер улучшает нам мины на пять гаек значит подробный сканер поверхности на пять гаек и сенсор на пять гаек по сути к нему нужно лететь за сенсорами ну а исследователи еще полетят к нему за детальным сканером поверхности а также он улучшает нам ракеты до трех гаек торпеды до трех гаек и сканера следа сканер груза и сканер преступников до трех гаек значит чтобы он с вами разговаривать начал нужно повоевать 50 раз то есть летим в какую-нибудь систему где есть зона конфликта залетаем в зону конфликта выбираем там сторону то есть когда вы в зону конфликта прилетели вот здесь в правом компе функциях вот сторона сейчас ничего нет потому что я не зоне конфликта нахожусь но когда вы прилетите туда нажимаете на сторону там будет выбор из двух сторон выбираете любую убиваете одного противника и летите на станцию и контактах на станции вот здесь боевые контракты у вас будет награда за как раз войну сдаете возвращаетесь назад в зону конфликта выбираете сторону не забывайте выбирать сторону иначе не засчитается и летите опять сдаете и так 50 раз вот и таким образом первое условие у вас будет выполнено а чтобы он создавал для вас ваши чертежи нужно сдать ему боевых контрактов как здесь написано на 100 тысяч раньше это был по моему миллион когда я этого инженера открывал сейчас это упростили на 100 тысяч и не забывайте что воевать вам нужно будет федеральных системах потому что чувак принадлежит федерации но принадлежит или как это в общем он за федерацию то есть он обналичит вам именно федеральные боевые контракты лучше искать зону конфликта поближе к тому месту где он находится то есть к системе гиряк может быть даже самой этой системе есть зона конфликта ну и соответственно улучшать репутацию у него можно сдавая ему как раз вот эти боевые контракты силен джен непробиваемая тетка насквозь бронированная стальная как камни дубовые она улучшает нам броню и усилители брони о ней мы узнаем от тода бластером маквина прокачав у него репутацию три с половиной и выше репутацию можно прокачать как крафта всякие вот эти модули так и сдавая ему награду за поимку преступников награда за поимку преступников в альянсе потому что тот маквин он чувак из альянса вот в общем то чтобы к ней попасть чтобы она начала с нами говорить нужно добыть 500 тонн руды неважно куда вы ее продадите важен факт добытых 500 тонн руды вот и соответственно она попросит у вас еще привести уже конкретно ей 10 тонн пенита ну и как бы справедливый вопрос а где же искать этот пенит открываем карту галактики и ищем ребят систему с газовым гигантом у которого есть кольца если этот газовый гигант сканирован детальным сканером поверхности то вот в этой вкладке у вас будет о нем вся информация нас интересует сколько здесь ресурсов а именно должно быть обилие ресурсов они среднее количество или много ресурсов именно обилие а это значит дохрена но это еще не все нам нужен металлический пояс не ледяной не насыщенный металлами а именно металлический таким образом у нас будет максимальное количество вот этого пенита и других металлов соответственно но нам нужен именно пенит я искал именно так добывал пенит именно так его не нужно куда-то там продавать его нужно вести именно к ней и коротко о том как нам найти металлические кольца с обилием ресурсов идем на сайт еддб.io и здесь на сайте выбираем вот это окошко бодис фильтре поиска нам нужно указать тип кольца металлический не богатый металлом не какой-то другой металлический а здесь выбираем обилие ресурсов в этом пункте можно указать систему где находитесь вы нажимаем кнопку find bodies если вы здесь указываете систему где находитесь вы то в этом столбике расстояние до нужной системы он будет указывать не от солнечной а от той которую вы указываете здесь ну и соответственно выбираем себе подходящее кольцо они все металлические и все обилием ресурса но обратите внимание на вот эти вот слова ring и belt это разные вещи то есть если вы хотите побыстрее себе набить вот этого пенита надо бывает то вот это вот belt а вот здесь вот вокруг планеты это ринг кольца кольца и пояса разные вещи поясе астероидов это поиск как бы который вокруг звезды большого радиуса и так далее то есть там друг от дружки далеко находятся вот эти вот на валуны которые вам нужно будет копать это замедлит процесс добывания но как раз в кольцах это все будет происходить быстрее там астероиды рядышком друг с дружкой вот значит силен джен у нее прокачивается репутация сборкой модулей торговли с ней у нее есть потребительский рынок идей можно сдавать исследовательские данные ну чтож это был крайний инженер для этого видео спасибо всем за внимание надеюсь пользу принес и до новых встреч субтитры создавал DimaTorzok